мы продолжаем наше занятие пособие не пособие это пособие о воспитании воспитателей как воспитывать детей автор игнатий тихонов челапкин полвека проработал с детьми начальник детского лагеря практически 48 лет мы остановились на теме познания духовного мира ребенка мы прошли тему вот виды каких детей бывают виды воспитания и какие меры при этом надо применять какие наказания какие нарушения детей и что делать в этом случае вот дальше тема сегодня продолжаем познание духовного мира ребенка всегда пытайтесь войти в его возраст развитие и сегодняшнее состояние вы не взяли с собой ребенка в церковь и ничего не объяснили по какой причине он остается дома вы должны очень четко представлять буквально звучащие его мысли сегодня дети развиваются намного быстрее чем в прошлые века говорю не о нравственности общая характеристика детей сегодняшние исключительно лживые хитрые развратные грехолюбивые не жизнеспособные готовы избежать куда угодно только не быть здесь где с их душами занимаются меня интересует только русской нации я говорю только о ней не думаю что другие народы намного преуспели в духовном тем более там где есть нет истинного православия согласно со словом божиим если ребенок не находит радости в посещении храма и не ждет этого как праздника то для него это в радость что вы не взяли его то есть он наоборот радуется что вы не взяли если вы решили что-либо за что-либо наказать этого этим ребенка то что не взяли проучить его то можете быть уверены что полностью проиграете он сделает все чтобы вы не взяли его с собой будет специально даже мочиться под себя и делать пакости безбожники губящие детей дены и ночно отдающих им внимание меньше чем любое животное очень любит показать свою любовь к детям любят они показать как как они любят и в этом видится только извращенный выкидыш их мысли они называют детей ангелочек мой душа моя жизнь моя они утверждают что дети безгрешные чистые как стеклышко и ни в чем не повинны библию упреждает нас более чем за 27 столетий до наших ангел очков в кавычках хотя он и ангелочек но рога в потолочек в потолок ничего нет злее бесчеловечнее и безжалостнее наших детей рожденных от адама и евы посмотрите как воспринимает какой-либо физический недостаток дети в школе у своего сверстника как они лгут скверно словит воруют и буквально изничтожают слабейшего себя и калечат друг друга известен случай пришедший в древние ладе мальчик поймавший перепулку перепелку отстриг ей ножки прикиньте по криминальной хронике кто бы сегодня обратил внимание на такую невинную шалость там был создан верховный суд страны было выслушано мнение самых авторитетных мыслителей психологов участковых по делам несовершеннолетних и тогдашняя дума единогласно вынесла решение повинен смерти мнение адвокатов и защитников не принимается слишком весомый аргумент против какая польза была этому парнишке от того что он искалечил птичку никакой почему он отрезал вторую ножку потому что он испытывал наслаждение уже от этой первой ножки когда отрезал ее спросили сразу ли он ее отрезал ли отдельно по коготкам он сознался что членовредительством занимался не первый раз эксперты дали заключение что подобные будановы и чикатило рождаются не в роддомах а на чердаках историки свидетельствуют что будущие инквизиторы вначале пытали домашних животных и обезьянок поджигая их на жаровнях мальчик был немедленно казнен выжжен как зараза отцы отечества заботились заботились о будущем нации чтобы от него не произошло потомство подобная мера наказания нас сегодня шокирует но мы слышим что в мусульманстве могут казнить за пьянство и никакие международные конвенции и мне к чему наркоманы и насильника передают смерти то есть получается что если ребенок так с детства такие садистские наклонности то он когда вырастет станет маньяком и его никак невозможно от этого отвести да я так понимаю мало того от него дети такие же будут вот что как усматривали это вопрос исключительно серьезный и ничего нельзя сделать сегодня никак только включить хотя бы по мере по силе по возможности физическое наказание а так как этого нет и они делают все чтобы и не было значит спрашивать нечего библия свидетельствует что дети отвечают за свои проступки и карается богом как и взрослые малый возраст не служит им оправданием нисколько 4 царств 2 глава двадцать третий стих и пошел он оттуда в вифиль когда он шел дорогою малые дети вышли из города и насмехались над ними говорили ему иди плешивый иди плешивый он оглянулся и увидел их и проклял их именем господним и вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка левит 21 9 если дочь священника осквернит себя блудодеянием то она обещает от от бесчести отца своего огнем должна сжечь ее второзаконие 22 20 если же сказанное будет истинной и не найдется девство у от от раковицы то от раковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города и и побьют ее камнями до смерти ибо она сделала срамное дело среди израиля блудодействовав в доме отца своего и так истреби зло и среды себя если ребенка не берут по уважительным причинам церковь не домогает за провинность церкви мало места погода неподходящие создает церкви шум это все нужно ребенку объяснить доступно его возрасту не смотрите на своих детей свысока если нам известно что он уже имеет представление о вечности но мыслит обо всем по-детски посторонние люди встречаются с новыми детьми и беседу с ними их детским языком нередко открывают в детях такое о чем родители даже не подозревают к этому методу обмена партнерами в кавычках можно прибегать и посещение друзей когда хорошо знаете друг друга матфея 18 10 смотрите не презирайте ни одного из малых сих ибо говорю что ангелы их на небесах всегда видят лице отца моего небесного если ваши дети не посещают воскресную школу и вы с ними дома не занимаетесь по библии то помните что в те же самые минуты в душах ваших детей идет иной засев сатана сеет не ленитесь побыть с ребенком час-другой родители и воспитатели не получившие сами никакого религиозного воспитания не могут понять какой урон наносят они себе и ребенку что они лишают его встречи со христом который поможет ему уцелеть в этой греховной жизни ребенок драгоценен для бога потому что он искуплен кровью христовой откровение 20 20 12 и увидел я мертвых малых и великих стоящих перед богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими 1 петра 1 18 зная что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданный вам от отцов откровение 59 и поют новую песнь говоря достоин ты взять книгу и снять с нее печати ибо ты был заклан и кровью свои искупил нас богу из всякого колена и языка и народа и племени матфея 18 глава 12 по 14 стих как вам кажется если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась то не оставит ли он 99 9 в горах и не пойдет ли искать заблудшую заблудившуюся и если случится найти ее то истинно говорю вам он радуется они более нежели 99 не заблудившихся так нет воли отца вашего небесного чтобы погиб один из малых сих если у взрослого можно найти мотивы его паску поступков как правило выгода то у ребенка этого нет в большинстве случаев иногда малое дитя живущие в чистой жизни в послушании у родителей может сердцем своим уразуметь тайны божии матфей 11 25 в то время продолжая речь иисус сказал славлю тебя отче господи небо и земли что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам хотелось бы еще отметить что вот карл маркс вот я читал у него его как в детстве его сочинение он там абсолютно все верно пишет прямо на высоком духовном уровне буквальном смысле о рождении свыше говорит будучи еще юношей кто еще не читал вот это заметку карл маркса в детстве еще я сброшу потом почитайте очень интересно такие глубокие мысли сегодня не каждый взрослый священник даже не может выразить нужно не жалеть средств так вот если ребенок рожден не в семье безбожника то замечено что сердце детяти склонно к тому чтобы забывать обиды и прощать их повторяю что это касается только детей из верующих богобоязненных семей там где жена не подчиняется мужу злая дети как правило скуда умный на добро премудрость соломона 3 глава 11 12 стих ибо презирающий мудрость и наставление несчастен и надежда их суетно и труды бесплодны и дела их не потребны жены их несмыслены и дети их злы проклят рот их нужно не жалеть средств и выращивать тучные колосья для завтрашего дня дети это будущее церкви если они хорошо воспитаны на основании библии то это в будущей проповедники священники и миссионеры советую вам прочитать житие арсения великого когда император феодосий старший решил дать наилучшее образование своим сыновьям аркадию гонорию то велел сделать розыск по по восточной западной империи чтобы найти такого человека который обладал бы всякой мудростью и мужской мирской и духовной с великим трудом обрели такого арсения великого память его 8 мая умер в четыреста пятьдесятом году вот как говорил феодосий вручая детей на воспитание готовя из них двух императоров теперь ты будешь иметь теперь ты будешь им более отцом нежели я потому что труднее воспитывать нежели родить плечу приучи их добродетели и обучи их при мудрости как отец их духовные позабоимся о том чтобы они избегали разных юношеских соблазнов жития за май страница 246 по 248 жития святых дмитрий ростовского получается однажды войдя в класс император увидел что сыновья его сидят а учитель стоит он опечалился и запретил так учить считая их царями он сказал арсению что если они не научатся бояться бога то лучше чтобы они не только не были царями но прежде умерли чем позволить им вырасти во зле на погибель как своей собственной душе так и прочих дух человеческих случилось однажды что арсений как-то заметил за аркадием некоторые проступок рассердившись на него арсений побил его розгу и при том так сильно что аркадий помнил это на наказание до самой смерти своей ибо следы розыка остались на теле его премудрость соломона 22 15 глупость привязала к сердцу юноши но исправительная розга удалит ее от него быть может среди тех детей которые находятся сейчас рядом с вами будет тот кто на руках молитвы понесет всех нас как мы сей на своих раме израильский народ божественное воспитание детей это закладка фундамента завтрашнего дня будущего земной части церкви притча соломона 22 6 наставь юношу при начале пути его он не уклониться от него когда и состарится только вас вообразите что от нашего отношения к детям будут ли они истинными христианами и притом православными не католиками не сектантами зависит от того зависит то какой будет завтра не только наша община но и страна и церковь то есть от этого зависит цель нашего обучения если родители хотят чтобы ребенок жил нравственно культурно по-человечески порядочно не на звериных началах она гуманных но не приучает его боговедению не познакомит его с библии со христом то такие родители преступники в этом жестоком зверином мире ребенку не выжить при таком воспитании преступники уголовники фашисты коммунисты сатанисты которым общее число легион все будут рвать ваше дитя насиловать и убивать а он не сможет постоять за себя попал волчью стаю по волчьей вой слабейший должен уберечь таков закон природы и не надо это скрывать а детей тогда ребенка нужно учить быть хитрым изворотливым и жестоким и чтобы он обязательно вступил какой-нибудь сильную партию потому что даже льву одному не выжить в пустыне спаситель наш господь называет себя пастырем спасителем и защитником и он обещает помощь и что не остой не оставит нас одних только бы мы не оставили его целью нашего христианского списать воспитания должно быть не обучение хорошим манерам и приличным поведению но помощь помочь стать вместилищем духа святаго и быть другом христа наиважнейшее воспитание то чтобы ребенок уверовал во христа сознательно полюбил его как своего спасителя и искупителя который ждет его и в конце краткой же земной жизни чтобы ребенок уверовал в библию как истинное слово божие римлянам 3 глава 10 по 12 стих 23 и 5 глава 18 стих как написано нет праведного ни одного нет разумеющего никто не ищет бога все совратились пути до одного негодны нет делающего добро нет ни одного потому что все согрешили и лишены славы божий посему как преступлением одного всем человеком осуждения так правду одного всем человеком оправдание к жизни римлянам 6 23 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим спасение от греха через христа нуждаются все и в первую очередь дети деяние 4 12 ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись римлянам 10 13 14 7 17 ибо всякий кто призовет имя господне спасется но как призывать того в кого не уверовал и как веровать в того о ком не слыхали как слышать без проповедующего и так вера от слышания от слышания от слова божия если ребенок не перимет евангельские вести то ему не спастись путь спасения краткое руководство для воспитателей на что обратить особое внимание следующая тема путь спасения итак первое услышать евангелие римлян 10 17 и так вера от слышания ослышание от слова божия на тихо значит тут не будете комментарии давать это никакие методы не показываются просто осведомление дается по опыту это когда дойдем практически как нужно вот тут маленькая говорю когда он не желает идти в храм или кого-то обижает или что-то на дурных примерах тоже можно учить когда ты идете и там кто-то валяется ты скажи остановись поскорбим о нем он тоже был маленький мальчик бегал играл его целовали а теперь он валяется никому не нужен потому что он остался один а мир захлестнул его вот это то что тут не ничего другого-то мы не сказали кроме того чтобы все подтвердить священным писанием так второе первое услышать евангелие второе и спросить у бога веры третье покаяние деяние 238 петр же сказал им покайтесь и да крестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого святого духа я не 17 30 итак оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покается цель закона десяти слове показать нам наш грех римлянам 320 потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть ибо законом познается грех наши грехи и возмездие за них наказание взял на себя христос он умер вместо меня на голгофском кресте это мое место показать ребенку что он становится ответственным за свои проступки поступки не только перед людьми но и перед богом нужно научить его отличать плохое от хорошего с пробуждением его совести к этому нужно подводить детей уже в возрасте от трех до семи лет в зависимости от условий воспитания хорошо пользоваться рисунками плакатами наглядными пособиями подробно разъяснить притчу о сеятеле и нарисовав его зерна поля птиц матфея 13 глава 3 по 8 стих 18 18 23 марка 4 глава 3 по 8 стих 14 14 по 20 лука 8 глава 5 по 15 матфея 13 по 3 13 глава 3 по 8 стих прочитывать их игнать техночь нет тут ничего больше я не говорю вопросы какие то есть тогда задавайте мне так удобнее будет говорить а то я буду говорить то что вы и так знаете ну вот эти места описания то надо прочитать нет который здесь указано вкратце сейчас то не будете потом может быть а можете прочитать я должен был находить их в материал то большое и ну да ну тут я так понимаю притча сеятели до зерна птицах вот это да 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 мы это знаем хорошо где нет духовных работников там сердца людей не засеяны добрым евангельским зерном матфея 9 глава 37 по 38 стих тогда говорит ученикам своим жатвы много а делатели мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делать или на жатву свою сердце ребенка самая благодатная почва на ней вырастет все что пожелаешь что посадишь здесь есть не требуется никаких доводов дети легко всему верят строительство на детских сердцах требуют самых малых расходов если конечно они уже не заостроены дьяволом своими постройками у взрослых как правило почта уже засоренная много других семян выяснил на них дьявол страдания и обиды разочарования окаменили сердце требуется много средств и как часто все может рухнуть в один момент если этот человек алкоголик или наркоман да если он и обратиться какая уж там перспектива если он отсидел не один срок трудно выпаривать запах дегтя из той деревянной бочки в которой он долго хранился когда жизнь почти закончена силы и сякли имущество истрачено конечно господь принимает и в одиннадцатом часу жизни но для церкви и государства от этих отбросов общества только затраты какая польза от пролитика исследование показывает что около 70 процентов сознательно уверивших членов церкви впервые поверили в возрасте от 3 до 14 лет от 14 до 30 около 15 процентов от 30 до 48 процентов и только два процента падает на тех кто уверовал в возрасте от 50 лет и старше чтобы посеять хорошее семя на поле тысячелетия люди придумают разные приспособления сорняки же никто не сеет они растут сами сатана с легкостью портит даже хорошие в пах спаха на и поле как легко столкнуть человека с горы в пропасть и как трудно ему подняться на вершину а падение происходит и в семьях верующих матфея 13 глава 24 по 25 стих другую притчу предложил он им говоря царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницу и плевелы и ушел чем раньше мы посеем евангельские семена в детское сердце тем больше надежны на то что получим добрый урожай если же опоздаем то урожай можем полностью лишиться 2 колимфянам 96 при всем скажу кто сеет скупо тот скупая пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет все эти нужно усердно и постоянно самое было бы к благоприятное время делать это сегодня экклезиаст 11 глава 4 по 6 стих кто наблюдает ветер тому не сеять и кто смотрит на облака тому не жать как ты не знаешь путей ветра и того как образуются кости в очреве беременной так не можешь знать дело бога который делает все утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей потому что ты не знаешь то или другое будет удачнее или то или другое равно хорошо будет сеть необходимо с глубокой верой а не говорить как учат ленивые кому обратиться они без нас обратятся а наше дело только молиться библия так не учит исайя 55 глава 10 по 11 стих как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается так на по но напаять землю делать ее способную рождать и произвращать чтобы она давала семя тому кто сеет и хлеб тому кто ест так и слово моё который исходит из уст моих она не возвращается ко мне тщетным но исполняет то что мне угодно и совершает то для чего я послал послал его 1 коринфянам 3 глава 6 по 9 стих я насадил а полос поливал но возрастил бог посему и насаждающий поливающий есть ничто а все бог возвращающий насаждающий же и поливающий суть одно но каждый получит свою награду по своему труду ибо мы соработники у бога а вы божья него божие строение наше дело сеть согласно повеление божия а будет ли польза вырастут ли плоды это зависит только от всемогущего бога 1 коринфянам 3 глава 5 7 стих если мы сеем то у нас надежда что то что то может зайдет и наполовину если же не семь ничего на поле то при наступлении осени мы даже и не попытаемся искать выращенное там его нет мы семь с верою в бога будучи не уверены вырастет ли что если же не сеем не учим то это всегда по неверию в бога в евангелии с твердой уверенностью что ничего не вырастет положите себе за правило учить постоянно вам вовремя и не вовремя как можно больше число детей слову божию я на мост каменский обращает внимание на то что любое животное как лошадь уже через три года делающиеся взрослый готова к работе и только человек так медленно растет до 18 лет до этого возраста он все еще с неокрепшим организмом не пригоден для тяжелой работы чтобы мы не загрузили его ребенок как бы предназначен в основном для научения у него для этого много свободного времени направьте его на изучение слова божия второе тимофея 3 15 все писать при том это ты из детства знаешь священное писание которые могут умудрить тебя во спасение верую во христа иисуса все писание бога дух новинна и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому дом мурому делу приготовлен вопросы какие то есть братья кто детьми занимается у него вопросы всегда есть если он пришел сознательно получил рождение свыше у него обязательно будут вопросы потому что я здесь даю только основную канву но когда человеком дальше будет это показано на любое событие малое движение перед тобою ты все применяешь если есть опыт для воспитания ребенка и самого себя для этого не надо ехать куда-то далеко школа рядом с нами гладить их такой вопрос вот у меня есть вот как понимать слова не не допуская вот дочери твои доблуда если все таки допустим дочь нарушает то что как бы делать ну понятно допустим не успел человек и воспитать и она нарушает он это видит и что делать-то запирать ее дома на ключ или угонять из дома вот какие методы могут быть вообще ну вот вы давайте просто посмотрим сейчас так в стране сейчас в среднем 1,7 ребенка на семью запомните 1,7 у мусульман в этой же стране мусульманских где восемь целых одна десятая разница большая конечно я однажды имел возможность сказать может быть там были шейхи мулы и мамы давно уже было я сейчас не могу точно восстановить но я в конце сказал уважаемая можно вам вопрос задать можно скажите пожалуйста какой процент девственности у вас сохраняется у женского пола до брачной ночи когда родители выдают они меня даже не поняли что за вопрос так она же должна быть такой должна то должна у нас уже в шестом классе или пятом ее уже на вторую букву алфа это называют понятно вот какое дело почему так строго было если замечена она была там где-то не крещала до предать смерти его и ее это нам говорит бог через раба своего моисея а если это дочь священника привести и сжечь огнем потому что она больше слышала больше знала а были иначе закона бы не было было но настолько редко что почти не было я недавно смотрел один ролик они мне ответили она должна какой процент всех спрашивает у вас сколько сто сто процентов никому никогда не приходилось ее убивать я считал как-то ученики за это матова он мусульманин и он описывает прошла молва что его дочь познакомилась там со своим и она уже не девственница я не могу утверждать так ли это было но отец ночью пришел когда никто не видел и ее задавил руками своими другой случай мусульманской стране там дубаи мальчик что-то не взлюбил сестренку и когда сидели за столом и он ей сказал при отце отец а она с мужчиной целовалась мужчиной целовалась отец говорит айша это было она где-то у нас ставили концерт такой это спектакль был такой я спрашиваю а ты целовалась с ним или нет она поняла игра очень дорого стоит она говорит мы только прислонились и из-за стола не вырезали отец ее застрелил за столом это сегодняшнее время сегодня ее ведут дочь допустим к зубному врачу показывает отец и брат сидят рядом и руки каждого положены на кинжалы и они предупредили врача ниже подбородка чтоб не задевал рукой у нее ничего но нам даже это слышать страшно как же можно так жить а вот так живут живут у Рамзана Ахматовича Кадырова главного как его назвать там не председатель или как в Чеченской Республике он рассказывает как познакомился со своей женой нельзя подойти никак и в школе говорит я выбрал момент когда она пошла одна по лестничной площадке и поворачивает где лестница я подскочил и сказал ей я люблю тебя и скорее побежал дальше это сегодня у нас вот показывает у них какое-то там заседание майор сидит и задремал он встать выйди отсюда тебя звали спать что ли он может разжаловать его сразу и женщины если сидят двое по образованию в платках платках не просто так как у нас тут два платка это мы же свидетели вот надежда у меня учила в школе на сибирске у нее паптисты были дети в семье сегодняшнее время 18 детей Дмитрий Иванович Менделеев был в своей семье 18 ребенком и он предсказал судя по тому как в России каждый год 3-5 миллионов живой прибыли к 2000 году должно быть 650 миллионов а их даже 150 нету русских полмиллиарда какой змей сожрал полмиллиарда еще спрашивать государство издыхает в женской вагине кровью захлебывается а вот как пришли в алиология как правильно блудить забеременеть они приехали учились здесь я знаю в Москве уже давным-давно лет двадцать назад в школу детей не отдавали учат дома экзамены приходят сдавать вот в Барнауле одна там ну бывает конкурс красоты ну прошло сколько-то лет там лет 25 она уже вышла замуж и корреспондент спрашивает Светлана а как вы так оказались так какой там порядок она говорит присваивать все через постель те кто установил это но меня говорит дядя родителей нет на шаг от себя не отпускал я поэтому прошла конкурс без постели как мы это дело любим как мы знаем я говорю о том что в наше время на нашей земле можно как ну можно значит ты сам подумай как никуда не отпускай одну нигде и никогда ни под каким видом вот и все это первое дальше где она спит или что чтобы ни одна створка не открывалась строго чтобы она смотрела чтобы не получилось как у них Людова там с этой с Катериной в воскресенье Романа Льва Николаевича Толстого мы жировые люди то ну опыт то есть какой то вот там у Толстого есть такой рассказ повесть после бала и он там рассказывает говорит мы своих невест взглядом одевали их как в броню а вы смотрите и раздеваете их вот и все мы другие и нам нужды нету мы не знаем кем должны быть я видел ну в интернете видел у мусульман она была взята при любодеянии Христа рядом не было доказательства кончились и она сидит одетая вот так вот один подошел щеку гранаты вырвал ей под тряпки сунул туда на грудь то и сам отбежал рванул одни тряпки летят это сегодня так они вот Талибан захватил власть сейчас в Афганистане все изображения женщин с открытой грудью все передачи все сразу убрали в каждый дом пришел представитель защиты революции предупредили женщин в каком одеянии должна выходить в каком одеянии платье какое от полу будет не больше там 15 сантиметров и какая-то палочка или что на полицейской палочке а у нее оказалось меньше там на сантиметр сразу арестовали арестовали 40 ударов палкой штраф и там полгода где-то работать на будет все больше этого нету женщина как-то пошла показывает я не знаю все в Сирии в Ливане там где-то она не так одета была и буквально тут же только проверили все и тут же расстреляли одна спрашивают там где-то на Фолклендских островах там по другому делу у них закон такой если тонет женщина девушка спасать ее нельзя женщина может спасать а мужчина нет а если мужчина спасает повинен смерти вот так по наружности о какие законы жестокие а он спрашивает а вы где живете до Великобритании а конкретно в Лондоне а сколько у вас человек в прошлом году погибло в водах ну где-то 300 человек утонуло 300 у нас за 300 лет ни один не утонул разница есть а почему ее уже в ванне мать учить дочка моя тебе надеяться не на кого жесткий закон но он сохранил всех женщин за столетия она как рыба плавает в воде мужчину спасать она может а ее нет вот такой закон у нас собирать некому трупы эти вот я считал я там в Швеции грибы собирали там видимо бледная поганка попалась и 4 человека отравились и умерли их свой кнесет верховный суд советом принимает решение отныне грибы не собирать под строжайшими наказаниями и все русские когда приедут там грибы под ногами лопаются белые всякие нельзя и никто обойдетесь без грибов зато ни одного падшего уже не было и вот так закон божественный если она уже это пошла или вот так я иду она стоит курит молоденькая меня убеждать не надо я знаю что она не девственница если она курит хотя бы ей было 12 лет дети очень жестокие очень жестокие следователь мне приводит и говорит вы такое считали где-нибудь а она где-то там в девятом-десятом классе и видимо родители верующие и она с ними не ходит где они ходят так они ее затащили в подвал держали руки ноги а из них же классы или кто там мальчики насиловали ее чем это кончилось вот как это не тут никак нельзя строгость в семье я знаю матери такие никогда дочери не видели их тело мальчики в древней Греции не имели права когда уже ну сколько-то лет пять быть с отцом не говоря про мать вот как соблюдали целомудренные отношения а сегодня и фильм и всякая гадость пакость ну и как правило это бывает так если отец где-то какую-то обманул и бросил почти наверняка это будет в его семье его дочь где-то обманут и бросит я разговаривал с такими ну а что я сделал а у тебя в жизни было такое было что удивляешься что твоя Таня и Маня такие же вот и все тут широкий диапазон проповеди конкретно по пунктам вот у меня в лагере были правила вы Александр знаете хорошо мальчики играют с девочками я их не прятал где-то но они в игре нигде они не имеют права прикоснуться друг к другу ни мальчики к девочкам ни девочки к мальчикам я их накажу вот как и вот это все увидел игумен Кирилл Сахаров и все описал это написано в книге для слова Божия не туз два священника пишут мою биографию она из одних документов книга семьсот пятьдесят две страницы вот где девочки находятся кели у меня были отдельно скамейка стоит напротив кели проходить мальчик не имеет права даже не имеет права мимо где она же спит и живет а это строго ну ты сделай лагерь и хотя бы четыре года в среднем было сто восемь сто девять у меня за лето со взрослыми и ни одной ошибки в этом плане не было сделано да строго но тогда можно что-то ожидать а другие были в другом лагере и там они ходили в церковь священники когда говорят служба идет а мы с мальчиками уходим гулять вечером я вот был в скаутском лагере в Америке возили и там такая же история мальчики с девочками гуляют ночью где-то ходят ну что спрашивать они все не зачипированы чтобы проверить вот так я наверное немножко бы хотел уточнить вопрос когда дети уже становятся взрослыми 18 лет и получают какое-то внутреннее право они получают родители запрещают а они говорят что им 18 да и без разрешения перестают ночевать дома часто такое случается бунтует бунтует и тогда какой выход у родителей если она нарушает правила что тогда делать то есть ей говорить иди там где ты где ты ночуешь там и оставайся или все-таки дома Александр смотри человек упал с сотого этажа мимо пятидесятого пролетает и говорит что делать не надо на подоконник были садиться а когда уже упал ничего не сделаешь вы уже не властны над ней она за себя ответит ну ты ей скажи что тебя ждет нарисую ей картину тут ничего уже не сделаешь мне приходилось тут разговаривать ну у баптистов судили когда я говорю дочь а дочь как бы такая слабенькая продавцом я не говорю вот ваш отец как он мог вас воспитывать то она говорит отца моего не трожьте как бы не отец я бы здесь не стояла у вас в защиту отца не говорила я с ребятами сроднилась там и воровать в начале отец вернулся он кажется проводником был и он меня так порол говорит платье под кожу залазило ее там вином как-то отмащивали и прочее если бы он раньше бросил меня наказывать я уже не могла отстать больше после этого я ни разу ни с одним нигде не была ну что там было я не знаю но воровать воровала а то ничего нельзя сделать мой ответ ничего и не делали знаете человек и собака все таки разница есть и вот бывает так что собака ловит цыплят куриц давит а как с ней заниматься ну вот у меня рядом Сергей Павлович Пупков какая-то женщина развелась со своим мужем Павлом звать он ушел на память оставил сынишку маленькую и собаку собака ураган которая с нами ездила а она собака ничего не знает и не понимает попала в руки Сергею Павловичу и она стала чемпионом России по защитной караульной и по общей подготовке и с нами она проехала 120 тысяч километров у меня собака когда я держал тоже немецкой породы восточноевропейская овчарка она любила рыбу жареную сметана я на блюдечке оставляю открыто нельзя все она не возьмет ни от кого она не берет кто ей кинет колбасу она сразу кидается на того что это враг собака а человек что попало от людей берет из магазина купили там этот боярышник это сколько там отравил за 30 человек умерли не надо нигде брать не пить вот сейчас у нас брат готовится куда я уже написал ему не ешь и не пей ничего там возьми с собой сухарика а потом из-под крана напьешься нигде никогда вот такое правило только 18 лет это уже веры нету если вера есть куда она пойдет никуда вот советские там воевали в Чечне было ну и по горам идет и дороги не знает и захватил одного ну мальчишка там лет 15 у них там был у Чеченов помогал он его как в плен взял и шел дорога и не знает куда дорога он говорит я не знаю дальше и смотрят там женщины полощут белье и он ему спрашивает его Чингис я тебя отпущу ты вернешься нам нужно узнать у женщин где а он там сидит там за кустами он говорит хорошо и он пошел поговорил с ними узнал где дорога вернулся и говорит туда и он спрашивает его а там девушки есть есть три девушки а какие они ну какие они хорошие они ну красивые он глаза опустил да красивые но если бы ты где-то был ты бы с ней был он ему сразу вот ему солдату который пленил его он говорит этого нельзя делать уже в плену этого нельзя делать этот человек не христианин а он его дорогой задушит хуже нас то никого на свете нету я разговариваю с мусульманом они говорят а у вас дома пристарелых есть в городе я говорю не один а дома для детей беспризорных тоже детдомы у нас за 1300 лет ни одного не было нигде ни для стариков ни для детей вот и все я ее умылся я одного за 1300 лет во всем мире а их 2 миллиарда уже их с детства приучают к этому и она никуда не пойдет это сказать даже страшно я вот был с ней она ну жена мулы по нашему священника то и едем мы с ней но она меня знает и дружба такая я она приглашает садись на скаме на сиденье а я говорю мы рядом сидим тут тебя никогда нет меня тут знают знают что нет никак а ее сразу это ваш муж спрашивают вот как вот заметьте у них там она довела меня до мечети я захожу в мечеть а она другой стороной у нас там женщины отдельно собираются ни одна женщина туда не заходила у евреев так же было разделение где женщины где мужчины у нас ничего этого нету она стоит впереди и кланяется а у нее юбка выше колен а земной поклон да разрезана да вообще за это не смотрят у нас вот такого никогда не будет этого нету это не может быть чтобы она в такой юбке к нам зашла или разрезанное платье просто нету и все главное душа главное сердце да как это то сердце то и идет так все познакомь меня с ней александр зайди вместе с ней по скайпу потом и ларию береги да спаси христос удивительно хорошая у тебя девочка растет да ну тут вот видите какой момент если продолжать быть соучастником так скажем если человек ну не перенимай палку сказать домой не ходи ну выхода то нет такого она домой то никого не приводит вот у меня тут один нынче был Тарасов ну знаю там Анатолий ну взять там где он взять пришел там взять она ну с ним познакомилась без его ведома и он его отец это ну кто ему тесть теперь уже будет а он на него кинулся ударил несколько раз ну и все человек тебе никогда другом не будет а ты больше устремись в молитву и найди способ как ну что брат Вячеслав будешь еще считать конечно продолжаем давай материал большой важный когда дойдем сейчас до праки тут мы теорию ну то есть опыт я весь передаю здесь а дальше будет практически как по любому моменту беседовать с ребенком не имея ничего в руках ничего и привязанность его какая когда мне делали операцию кто у меня в потеряевке был знает там дальше лагерь а здесь деревня у меня операция тяжелая была на позвоночнике межпозвоночные грыжи три три грыжи нельзя мне сидеть можно только стоять или лежать и меня с разъезда ночью приехал уже первый час ночи и лагерь весь не спал все вышли в деревню и ждали вот если я с ними строго и наказывал их воспитатели не могли бы заставить спать они стояли и встречали вот и все поехали развивайте у ребенка память заученное в детстве он сохранит на всю жизнь возрожденные дети это элита будущее церкви самуил 1 царств 3 3 3 глава 3 по 11 стих 1 тимофей 4 12 давид 1 царств 16 глава 1 по 14 стих иеремия 1 глава 4 по 10 стих есть несколько возрастных групп иногда их разделяет на 4 группы первое первое с 3 до 6 лет вторая группа 7 до 10 лет третья группа с 11 до 14 лет четвертая группа с 15 до 18 лет характеристика детей от 3 до 6 лет ребенок в этом возрасте знаком только с предметами и людьми с которыми он общается весь мир ограничивается доступным для пяти органов чувств здесь идет познание мира словарный запас очень ограничен вот здесь как раз и находится ключ того может быть кем в будущем станет ребенок ему знакомы только те слова которые он постоянно слышит когда описывают биографию писателей художников ученых то всегда подчеркивают кем были его родители родня знакомые и в каком кругу он воспитывался исследователи прикрепили микрофончики к платью матери и вели запись несколько дней и оказалось что ребенок задает в день около 400 вопросов у взрослых как правило их не больше десяти где положил где приезжал кто приезжал что нового ребенок все время изучает новые слова иногда он произносит слова с абстрактным значением и вставляет их не в попад чем немало смешит старших слово любовь для него ограничивается только им самим и самыми близкими людьми ребенок не может отличать действительность от воображения поэтому его всегда нужно вводить вводить в мир конкретных понятий и рисунков для него все слышь все слышанные сказки представляются как реально существующие поэтому не давайте детям сказок никаких учите их только на евангельских примерах и из природы что более всего трогает верующих воспитателей и родителей так это то что ребенок воспринимает библейские чудеса как самое естественное нормальное что так оно и должно быть здесь действительно дети для нас уже сами учителя ребенок не может сразу же одновременно сосредотачивается на нескольких вещах и на долгое время из устройства его мозга такое что для восприятия ему нужно разнообразие нормально развитый ребенок не больной и физически очень активен просто идти нормально для него невозможно здесь тратится слишком мало энергии которая буквально перехлёстывается через край он прыгает то на одной то на другой ноге как маленький котен играет со своим хвостиком где нет движения он начинает быстро утомляться и засыпает начинает хныкать дергать за руку пойдем если его заставляют долго сидеть рядом когда бабушка ведут между собой какой-то непонятный разговор то он становится беспокойным и капризным хотя бы немножко возьмите для себя из того что сейчас слышите и читаете и представьте что ребенок вот так и устроен и это зависит не от него и далее посмотрите на детей которых мы приводим на длинную для ребенка бесконечную службу если мы взрослые почти ничего не понимаем из того что читается на церковнославянском языке то что же делается в душе ребенка когда мы заставляем их стоять всю службу смотри стой хорошо а то боженька накажет стой не крутись не садись прийти прикиньте к себе если у вас небольшое образование допустим всего лишь 10 классов а вас каждую субботу будут водить на ученый совет ректоров и каждый раз вы должны будете стоять по три часа и выслушивать непонятные для вас слова от которых эти седовласые мужи почему-то приходят в восторг страшная картина ничего не посеяв мы буквально асфальтируем почву нежных детских сердец вспомните давида как пытались его ободрить для войны с галиафом а ему по силам была лишь его пастушеская сумка до пять камешков 1 царств 17 глава 38 стих и одел саул давида в свои одежды и возложил на голову медный шлем и надел на него броню и опоясался давид мечом его сверх одежды и начал ходить ибо не привык такому вооружению потом сказал давид саулу я не могу ходить в этом я не привык и снял давид все это себя и взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их пастушескую сумку которая была с ним и сумку и с пращи в руке своей выступил против филистимлянина в житиях святых описываются случаи когда малые дети как феодор сикиот невзирая на запрет матери стремился в храм стремились храм на столетии один случай это примет удивления но что же остальным то делать считаю что если мы не можем как католики написать отдельную детскую детскую литургию и всегда служить при открытых царских дверях не можем как сектанты учить детей интересно захватывающе то можно хотя бы несколько раз выводить детей на отдых быть может даже разрешить им поиграть во дворе и в один из перерывов позаниматься с ними просто побеседовать русское православие практически потеряла или вернее сказать не имела детей воспитанных прямо по евангелию если у ребенка нет живой связи с богом и желание идти в храм то он практически уже потерян и не объявит ли бог нас убийцами ребенок много бои многого боится потому что он понимает насколько он беспомощен ребенок боится темноты и того что его оставит одного боится чужих людей не угнетайте ребенка чрезмерной строгостью научить его правильно пользоваться свободой в пределах указанные ему ограды расширяйте словарный запас ребенка чтобы речь его была интересной используйте устаревшие слова с ребенком не следует говорить слишком длинно ребенок дошкольного возраста может сосредоточиться только на несколько минут не надевайте на ребенка ваши вериги как правило за один прием обучайте одному предмету пример вот мы сделали скворечник объясните почему именно это он так устроен покажите что в внутренней стороны где леток доску строгать нельзя потому что она будет ровная скользкая и скворцу будет очень трудно выбраться из своего домика всякие шероховатости это как ступеньки в нашем доме а иначе получится скользкая ледяная горка по которой никто не поднимется ваш скворечник занял тут же воробей вместе с ребенком понаблюдайте за ним приучая его к образным выражениям воробей несет травинку скажите это для него матрас пушинку назовите подушкой и ребенок засмеется как правило дети сразу же принимают участие в этой игре наблюдении напомним ему что скворечник мы делали не для воробья воробей птицы нахальная даже не стал не стал ждать хозяина скворца а скорее захватил эту квартиру поясните что скоро прилетят скворцы и как законные хозяева займут скворечник а воробья попросят вон и все его подушки и матрасы выбросит в окошко жалостливое детское сердечко склоняется на сторону воробья все урок закончен вы скажете ну это еще посмотрим воробьев мало а скворцов один быть может его и не выгонят не пропустите момента прилета скворцов как правило законный хозяин сходу врывается в свое жилище перепуганные воробьи никогда не помогают товарищу они выражают ему только сочувствие громко чиликая на соседних ветках теперь продолжите тот урок вы сами должны хорошо знать об этих птицах все скажите какие опасности при теперь скворец чтобы добраться до своего законного дома тысячи километров и моря и ждать оформления документов ходить по нашим БТИ у него нет времени за короткое лето скворец должен вывести обучить скворчат и снова улететь на юг воробей остается с нами это очень верная птица он найдет место под любой шифериной подобный рассказ на практике лучше всякой сказки и когда вы к месту назовете мальчишку ершистым воробушку он сразу же возрится на вас это как воспитатели хорошо изучайте про птиц и зверей господь говорил взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают житницы и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их если ребенок боится темноты посторонних людей то попытайтесь уменьшить страх его стараясь быть спокойным и любящим расскажите ему что-нибудь из своего детства и как вы избавились от страха с помощью Божией учите их доверяться Отцу Небесному расскажите о наиболее важных молитвах обратите особое внимание на те псалмы и молитвы в которых подчеркивается живая помощь Божья Псалом 90 живущий под кровом Всевышнего и да воскреснет Бог кратко изъясните смысл молитв и приучите его поступать по ним как можно чаще говорить о кончине мира о смерти человека и его смерти о страшном суде подчеркивая что человек спасается верой в Иисуса Христа а исполнение заповеди его подтверждение нашей веры научитесь наглядно в картинках показывать неотвратимость Божьего наказания грешнику если он не покается если человек умышленно грешит то Бог может не дать время для покаяния и душа погибнет внезапно на нескончаемые веки есть прекрасные выражения подтверждаемое всей Библией но не библейское терплю до конца а буду мучить без конца покажите примеры кончины не только старых но и молодых катастрофы войны в чем застану в том и сужу когда говорите ребенку о справедливости Божией и о любви его Бог тебя любит и ты не огорчай его своим непослушанием родителям и старшим и бойся огорчить его остается одиноким приготовься к встрече создателя твоего все это ребенку нужно говорить его языком краткими предложениями как бы материализуя перед его взором то о чем вы говорите наивысшая цель спасения жизнь с Богом в вечности а это возможно только тогда когда Дух Святой будет сам вести нас и мы будем под его водительством приучите ребенка быть участником тех событий о которых вы рассказываете или читаете а это мог быть я берите с собой ребенка всегда если этому ничто не препятствует на работу на рыбалку в путешествие заметьте чем он больше всего интересуется и на основе этого подведите к тому чтобы вы хотели ему рассказать вот было с 3 до 6 лет так ну что сегодня хватит ну давайте да сегодня хватит закончим на этом вопросы что говорили там Александр кто говорите согласны с тем что читали или нет да согласны может что то лучше знаете согласны это очень много знать надо очень интересоваться разными вещами в жизни я рассказал про воробья и скворца понимаете ну смешно мы каждый день видим а видите как получается ребенок он просто глаз не отпускает я когда с детьми бываю где-то они на шаг не отходят я рассказываю все им про звезды про облака про дорогу когда идем он быстро-быстро растет если дитя не держать в этой любви знаний ну другой найдет место ему тут все одно как ты вот настроишь себя вот у нас никого не было воспитателей никого но мне господь был избрав меня от самого молодого возраста и что я говорю у старшего брата у других не был а семья большая 10 детей а рассуждать о жизни как был отец рассказывал и отец не просто рассказывал он как жили раскулачивали я маленький еще был то ну совсем маленький это может лет 6-7 и у меня только одно вырасту я этих найду кто это делал так я их подберу к рукам у меня на жив целая вязанка я мечу и мечу их нырять далеко лазить по деревьям прыгать ружье патроны везде я никем не хотел быть как только террористам отомстить за землю поруганную ребенок а господь меня на этом поймал в армию идут ой 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 а я в армию пошел как на курорт потому что меня бросили работать строго режимный лагерь прорабом до 250 человек и 6 объектов а я сам зеленый еще что там было а заключенные строго режимный лагерь понятно это как все все было то кажется 7 месяцев работал без выходных не знаю две смены вот оно как так военкома я готов был расцеловать когда меня призвали и в армию меня очень легко шла стрелять у меня 99 100 пуля в пулю садится я бы был обязательно с Жахаром Дудаевым или с Шамилем Басаевым вот на Украине был там Сашка Билый вы знаете такой там он много известный Музычка а? Музычка Музычка ну Билый его называли ну и меня отец Кирилл Сахов спрашивает вы со всеми находите общий язык а могли бы с Билым найти я говорю я не стал бы искать это я это моя биография у него три дяди забрали и ни один не вернулся арестованная я бы обязательно пошел в Чечню и там голову сложил если бы гражданское пошел бы с Белыми и там бы голову сложил я даже вот ложился спать когда дома у меня под Бузиною там где пчелы рядом собака меня она раз будет я хорошо слышал рядом нож и куда не побегу я с ружьем везде у меня патроны подохнутые живьем не дамся выслежу кто больше всего народ обижал прикончу его и Бог меня на этом поймал как савла тебя будут бить тебя убивать будут тебя будут мучить колючкой чуть согнутая игла написала Екатерина Можина чуть гнутая игла вот как это от Бога избрание если избрания не было то в деревне не было более спортивной площадки как у меня ни у кого не было миши а у меня и волейбольный футбольный было надо было покупать а где деньги суслики крысы кошки я никем не брезговал как это спрашивал его а что вы будете делать с этими с кошками а мы в белок перекрасим шариков то ответил вот я сдавал покупал велосипед и что мне надо было себя обеспечить отец мне дал 3 рубля поступить там куда я поступил в Барнаул доехал 2.30 осталось 70 копеек на 70 копеек найди квартиру встань зарабатывай пей ешь и купи учебники вот так я благодарен Богу что я не в богатой семье я умею все делать я переплёщик реставратор около трёх тысяч томов переплёл подшиваю валенки точу пилы идём где рыбу если нарыбачили продать я уже всё это там делаю побежал на вокзал кому чемоданы принести это образец и детям это всё рассказываю как они Таразинов в рот слушают вот они у меня в лагере я говорю как надо любить коллег как ну сколько ребятишек вот я беру допустим 15 детей завязывайте плотно глаза и только один будет у вас с одним глазом а другой перевязанный давайте ходите и вы посмотрели бы что там делается чтобы научиться беречь зрение беречь и мы Бога обязательно прославим что у нас есть глаза это когда в Падешах там победил болгарского там Борис у них был и он каждой сотни глаза выкалывал сто слепых и один с одним глазом и когда они венериницы за вереницей идут сотни за сотней и он с ума сошёл король это просто к примеру сказал надо работать трудиться видеть а как бы я поступил даже вот сейчас я иду с кем через дорогу переходить я не буду идти так за руку взяться не под руку а за руку под руку близко ноги запутаются и смотреть влево и вправо и считать Иисусу молитву у меня на всё порядке свет не включать пока двойную шторку чтобы комарик не подошёл не посмотрел вот и всё во всём должен быть абсолютный порядок и конечно с детьми дети любят кататься я покупаю два велосипеда везу в лагерь они катаются один или два стоят на вышке и следят они знают никуда за поворот не уходить один свернул там где его не видно вернулся больше никогда на велосипед не сядет чтоб всё под контролем должно быть мне дали не для того детей чтобы старший над младшим издевался мальчик ударил девочку я вот рассказывал в прошлый раз а она моложе его что делать я спрашиваю воспитателей никто не знает в первую очередь я его накажу а второе все дни ты будешь теперь играть с этой девочкой не давать ее в обиду вот как на каждый довод контр довод а как молиться надо повторяю сотни раз у меня нет образования никакого не считая технарь я когда разговариваю профессора ведут полковники академии закончили я выступаю когда перед ними ну я же не проповедник так если взять просто так мне бог дает это и они идут веселые такие чуть на одной ноге и прыгают полковники все и один говорит у тебя какое ищутся он говорит мне кажется я вообще не учился меня завели к себе давай угощать пивом воблой я говорю не пью а что вам дать один говорит а у меня сапоги недавно давали вы возьмете яловые сапоги а я говорю какой размер 43 я говорю так это мой размер вот как вот я пришел они сидят 470 курсантов высшее авиационное училище а который принимает меня там майор мазур николай павлович он говорит тут артисты были с москвы они все это смотрели скоро обедать будет наверное сегодня занятий не будет а я пешком шел далеко я говорю нет так не пойдет я пришел к вам пешком я ну маленько я позанимаюсь ну маленько минут десять тут обедать уже надо он ко мне очень хорошо относится этот мазур и в это время он заходит и дети эти курсанты не стоят они в форме одетые все он заходит через час они не идут никак да меня уж давай уговаривают ну отпустите их отпустите а это молодые люди которые не желают слышать я в америке так выступал когда попросил чтобы молодежь собрали а старики рукой махнули да они не интересуются проходит два-три часа время уже к одиннадцати там кажется вечера я один никуда а родители вышли это наши дети такие вот и все одна встреча повторяю что у меня нет образования никакого значит надо любить то что ты делаешь и все время представлять для бога для бога я не просто оторвал кусок подал а господь так и скажет меня посетил меня накормил я буквально это понимаю и вот здесь когда это описал я разные-разные материалы собирал и по книгам по брошюрам у сектантов брал где-то все это отработал переработал на своем опыте вот выдал такой материал ну там видно где что про воробьев то никто не рассказывает местописание да проще вот группы на какие разбивать я посмотрел как ну я не стал уже говорить отдельные группы я не делал никогда никогда для детей у меня для всех одинаковый был материал а как он не понимает поймет спрашивает может сначала рассказать а потом прочитать нет вот считать точно до буквы и желательно чтобы книга библия была в большом формате полная и ребенку дать прочитать вот как у меня опыт очень большой вот в тюрьме только вернувшись я сотрудничал с тюрьмою а это 3700 человек 18 лет ни одного пропуска иду по камерам свидетельствую ходатайствую за них выступаю по рации все это бесплатно вот Вячеслав говорит когда вы успевали так это я еще многого не рассказываю и все это вот все это успеть сделать никогда не считал что я перегружен нет раньше считалось перемена работы есть и отдых все это мои слова я их хорошо знаю у меня есть слова такие знающий никогда не спорит спорит тот кто ничего не знает а знающий возвещает истину гляжу в интернете это мой афоризм его употребляют везде ну вот так ну спаси христос вы сейчас пойдете уже наверное геннадию фасту я хотел пойти чтоб меня оттуда забрала елена она сейчас дала говорит не ходите сидите дома вот тебе и все она на работе а то мы разойдемся она тоже права но мне неудобно ее трогать она безотказная она на работе ну сейчас я маленько стукну и что я дома сижу вот бог дал же такую она самая активная в ней машина она ее водит на разных там где где бы она ни была ну зря ее не трогай а то она может тебе напильником по зубам провести так в итоге вы не пойдете что ли ну повезут а повезут да она сказала говорит у него лекция во время лекции то я и лекции хочу записать ну тогда на завтра послезавтра у него там лекция на с разным континентом то в актовом зале то там где-то я не знаю еще что-то называет а библиотечный акт там тоже два что ли там зала я не званый могут не пропускать ну я уже так настроен что все равно пройду я куда захожу нельзя снимать только с разрешения настоятеля мне владыка разрешает везде никого не спрашивать извините а бывает так и владыка тут же выйдет и подтвердит митрополит сергий все двери открыты он приехал как все изменилось против меня только его все только не было все нигде нету ни слова один у нас тут подошел как то он там распекает священников то а я говорит через дверь слышу как он говорит вот Игнатий Тихонович ходит раздает евангелие вы ничего не хотите делать без паства останетесь он в пример ставит вот и все да ну сейчас время молитвы уже прошло 16 минут можно помолиться ладно благодарю отхожу с богом скажи когда следующий будет чтоб друзья пришли спаси христос когда спаси христос ну завтра на два часа можно на также назначить да давайте завтра назначим воспалительное состояние что это молитва никуда не денется мы молимся благодарим бога мы не связаны этим так отхожу до свидания завтра наверное часов в десять по москве ну да десять это как раз два и будет да хорошо ну вы смотрите потому что я сегодня еще буду начитывать дальше продолжать толкование на деяния апостолов апостолов Ивана Златоуста поэтому я буду звонить все равно обзванивать кто может кто не может слушает не слушает моя задача начитать там только где я нужен тогда скажешь так отошел